Дикий папуас Добрый день, Станислав! Дикий папуас Со временем начинают постоянно пересекаться Через 9 лет уже 17-летняя Сабина Вынуждена покинуть Новую Гвинею После чего попадает в школу-интернат в Швейцарии Где она снова встречает полностью чуждый для себя мир Со своими сложностями и конфликтами Смотрите, этот фильм снят по роману Сабины Кюглер Которая написала свои воспоминания о пребывании на острове Папуановой Гвинеи Читали ли вы книгу? Нет, книгу я не читал, но после просмотра фильмы я скачал книгу Так что я ее прочитаю Просто я до недавнего времени не знал существования, честно говоря, этой книги и фильма Но посмотрел, прочитать захотелось А скажите, насколько точно показан образ жизни папуасов в этом фильме? Ну, в принципе, точно, с такой поправкой, что тут все-таки папуасы уже такие не совсем как бы исходные То есть они уже соприкоснувшиеся с цивилизацией Вообще во всяких там анонсах к фильму и даже, по-моему, где-то в самом фильме звучит, что типа Только что открытое племя И прямо вот они такие себя дикари И вот к ним приехал лингвист их изучать Но там уже есть папуасы, которые говорят по-английски или по-немецки Ну, какой-то там, короче, переводчик у них был Это уже говорит, что они не только что открытые на самом деле Они довольно быстренько там отгрохали дом, очень такой немаленький И это говорит тоже, что они там вполне себе договорились То есть у диких папуасов вот так посреди их поселения не отгрохаете ничего То есть одно дело еще, когда Миклуха Маклай в 19 веке на ничейном мысу построил домик И жил там Но там целенаправленно было найдено место, которое не принадлежит никому То есть оно между двумя деревнями и оно как бы ничье А здесь-то они построили дом фактически в самой деревне Ну, то есть там немножко на отшибе как бы, да Ну, там все деревни это сплошной отшиб Ну, вот, поэтому это тоже говорит о том, что это не такие уж прямо дикие папуасы Там есть вполне себе связь Ну, то есть они там не сильно бурно реагируют на вертолет То есть они явно знают, что это такое, ну, как-то, ну, вертолет как бы Ну, вот, ну, моторка Ну, да, ну, как бы, поэтому он там прилетает, например, раз в месяц, да Но все равно раз в месяц они уже знают о нем То есть там моторные лодки, там всякие эти прямо басы европейские Ну, для них это все как бы достаточно уже знакомо Ну, вот, поэтому эта жизнь не совсем Вот времен там Миклуха Маклая, да, когда они в первый раз увидели белого человека Но это вот разложение первобытно-общинного строя Когда вроде как еще все мышление, образ жизни первобытный Но уже они знают о существовании чего-то другого И немножечко к этому тоже вроде как стремятся Ну, вот, так что это такие уже чуть-чуть как бы испорченные папуасы Ну, тем более, что рядом там есть какие-то явно школы, там еще что-то такое Ну, вот, но довольно простые И до сих пор, ну, как минимум, там половина населения Новой Гвинеи в таком состоянии пребывает Там зависит от территории Там же остров Новая Гвинея делится на Ирианжею, которая сейчас там западная Попуа, по-моему, называется Ну, вот, и, собственно, Попуа Новую Гвинею, которая свое государство И у которой там еще куча других островов И в зависимости от конкретной точки там все это отличается То есть вдоль берегов, где какие-то города, особенно вот в Индонезийской части Там более-менее уже цивилизованы А в центральных областях там дичь Вот, и полная такая дичь Причем те, которые в Попуа Новой Гвинеи, они все-таки осознают, что это их государство Ну, те, которые вообще осознают, что они в государстве Есть куча племен, которые не знают, что они в государстве И они просто так как жили, так и живут Ну, вот, а в Ирианжеи, которая это западная Попуа Они очень против, что их оккупировали индонезийцы И они периодически там поднимают какие-то восстания Начинают там убивать каких-то солдат Там против них вводят какую-нибудь там ужасную контрсанкции Там всякие эти зачистку там проводят Там кого-то ловят, сажают, расстреливают И там какая-то вот своя такая история Ну, такая вот повстанческая продолжается до сих пор Ну, она и сейчас такая идет Ну, вот, поэтому Как бы Новая Гвинея, она очень разнообразна И здесь один из самых мирных вариантов Несмотря на то, что в фильме Они, там, как минимум дважды воюют Так бодренько, вот Но это, ну, такая, как бы, очень веленькая война И она, может, все еще даже и не считается Тем более, как-то они очень быстро помирились То есть, выскочил чувак, там, поломал три стрелы Как бы, и все, типа, ой, извини, мы вот решили жить дружно Вообще, так это не работает То есть, я не исключаю, что так оно и было в оригинале На самом деле Но это потому, что они и так уже, видимо, были готовы прекратить войну Потому что видели, что, да, вот у соседей они живут мирно Им от этого лучше Но это потому, что они уже довольно долго соприкасались с цивилизацией Если это были бы прям совсем дикие папуасы Ничего бы они не остановили Насмерть бы бились Да, бились бы так же, да Сказали бы, товарищ, тебе не нравится Ну, и вали отсюда И его бы еще самого прибили Ну, вот, то есть, когда Миклуха Маклай с ними прожил там Сколько там, полтора года или сколько он там тусовался И то они так как-то, ну, пытались его привлечь тоже на войну Как в качестве такого супер вообще оружия Вот, когда он отказался Ну, они сказали, да, мы, наверное, как-то вот меньше будем воевать Но не отказались воевать на самом деле То есть, все равно так и воевали, в общем, дальше Тем более, что в основном-то у папуасов Новой Гвинеи Война идет не в таком вот режиме, как здесь ритуализованная Ну, такое тоже бывает регулярно Но в основном она идет нон-стоп То есть, просто вот в любой конкретный момент времени Из кустов может прилететь стрела Потому что так или иначе тоже охотники Ну, большей частью они, конечно, земледельцы все равно Ну, понемножку они там охотятся Там не сильно много на кого есть охотятся Вот они там крокодилов каких-то ловят регулярно Да, там в Алабе у них даже прыгала какая-то Ну, какие-нибудь там прейхидны, да, там одичавшие свиньи И как бы и все Собственно, вся фауна на этом гончается по большому счету Ну, там какие-то совсем маленькие сумчатые райские птички Ну, как бы не богато на кого охотятся Но луки-то у всех есть Луки фиговые Там даже, кстати, в фильме это хорошо видно Они стреляют в упор фактически А попасть-то толком не могут Это как были чудесные записки Уже вот конца 20 века Путешественников наши, которые туда приехали И тоже в такую же примерно ситуацию попали Тоже два племени Начинают, значит, вот такую ритуальную войну Стенка на стенку И, значит, эти наши снимаются Это на фотошки, значит, там Офигеваются от этого дела Ну, вот И один другому говорит А что они стреляют неоперенными стрелами-то Они же там летят в черте как Они попасть друг в друга не могут А это ему говорит Да ты им только не подсказывай А то они тут вообще Друг друга поубивают на раз Ну, вот, поэтому оружие так себе Но и война идет нон-стоп То есть иногда, да Вот так они прям выстраиваются Стенку на стенку Там с воплями С таким там руганью, да И кого-то там поубивали Ну, то есть то, что показано в фильме Это в действительности У них так война происходит С танцами, с криками Да, то есть это Ну, это иногда А чаще всего просто вот Идет человек по дорожке И бац И нет человека на дорожке И все Вот так это чаще всего происходит То есть вероятность у мужика Дожить до взрослости Она очень невелика На самом деле То есть большинство мужчин Вот кончается тем Что его кто-то убивает из соседей И цивилизация тут не сильно влияет То есть понятно, что есть уже Христианизированные группы Там они не воюют, как правило, да Ну и то То есть одна-то группа Может быть уже христианизированная И она как бы не хочет воевать А соседи-то еще дикие И соседи-то хотят воевать Поэтому этим приходится Куда они денутся Если в них стреляют из луков Ну, они будут отвечать Какие у них варианты Так что Ну и тем более христианизация Им тоже как бы радость Такую относительную приносят Потому что Вываливается это в то Что они строят церкви То есть они весь доход Разводят каких-то свиней Продают, строят церковь Разводят свиней Строят церковь В какой деревне больше церквей Те молодцы Там пять церквей Вообще молодцы Ну, предыдущие сгнивают потихоньку Потому что тропики Как бы все гниет Ну, поэтому Такая сомнительная Как бы цивилизация А такой прям цивилизации Цивилизации Туда не сильно кто привносит Вот как бы печаль Новой Гвинеи Что это миллионы людей И не дураки Но туда никто Никогда не пытался Привнести вот реально цивилизацию Ну, только у Микухумакая Были идеи Но и то они никогда не реализовались Ну, один он там Ничего сделать особо не мог А там Проект колонизации Русскими крестьянами Новой Гвинеи Он так на бумажке и остался Вот А следующие Там все эти немцы Голландцы Англичане Там, австралийцы И все кому не лень Индонезийцы Вот в последнее время Они только грабят Они только вот Вывозят оттуда Или золото Или свиней Или там кокосы Или что там еще есть А попуасам Не остается ничего То есть Это такая вот Колониальная политика В чистейшем виде И Ну, миссионеры Да Ну, как бы миссионеры Опять же Мы вам Слово Божье А вы нам свиней Как бы Ну, такой На мой взгляд Неравномерный Бартер Как бы Не очевидно Зачем бы это было Попуасам, честно говоря Так что Вот так они как бы Жили всю жизнь Ну, как бы Живут до сих пор местами А вот вы как раз Сейчас сказали По поводу колонизации Русскими Попуановой гнии Это как раз было Про Миколуха Маклая Ну, она Была Проект был Ну, да И все это осталось На бумажке Да, царь сказал Нет, нам этого не надо А Миколуха Маклая Привез уникальные коллекции Там Изологические Антропологические Там Черепушек Привез Сколько у нас есть Это все Как бы То, что Миколуха Маклая Привез Там Этнографии Кучу Там Записки Уникальные Да, то есть Никто же Кроме него В таких вот племенах Так долго И упорно не жил Чтобы там Язык знать Личные связи Наладить Там все То есть Это уникальные данные Таких у нас Нету больше Ну, и все эти Там Кюглеры И так далее Они, конечно, прикольные Но Это уже не дикие попуасы А Миколуха Маклая Жил среди диких попуасов Прямо совсем исходных Этим он шикарен Совершенно Так что Потенциал был потерян Да, то есть Если бы Миколуха Маклая Это все реализовал И сам бы туда приехал Ну, он же планировал Что он будет всем рулить Как бы, да Еще бы понаехали Всякие там Естествоиспытатели То тогда бы Получили гораздо Больше информации А потом приехали туда Вот, где жил Миколуха Маклая И там ненцы Еще кто-то И они тупо Все это грабили 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 И все Исходная жизнь Была разрушена Попуасская А новая Не появилась А правильно я понимаю Что Миколуха Маклая Первый Один из первых Кто сказал Что австралийские аборигены И попуасы Не являются промежуточным звеном Между обезьяной И человеком И то, что они На полных правах Считаются теми же людьми Как мы с вами Да, да То есть Миколуха Маклая В этом смысле Был такой идейный борец За человеческие права Ну, хотя тоже Всегда надо помнить Что он все-таки Дитя своего времени И если почитать У него там есть Ну, такие Не расистские закидоны Да Но какие-то Что вот там Типа примитивный народ А это значит Прогрессивный народ Вот там Свет цивилизации Ну, такие как бы Прогрессивские идеи У них были Ну, в принципе И я регулярно говорю Что эти дикие Эти не дикие Да Но смысл немножко другой Вот У него-то Смысл был такой В плане Вот в духе Середины 19 века И тоже там Какая-нибудь там Бурая раса Там еще что-то такое Там у него проскакивает Вот Но он Целенаправленно Доказывал Что они Не какой-то отдельный вид Что они такие же люди Как все Что потенциал у них Такой же И единственное Что им не хватает Это просто Вот светоцивилизация Которую им надо принести И тогда все у них Будет хорошо Ну, в принципе В этом смысле Он, в общем, и был прав По большому счету Но Тогда реализовать Это было невозможно Чисто технически А потом Никто не пытался А какие самые Ценные знания Он привнес науку Касаемо попуасов? Ну Девяносто процентов То, что мы знаем О попуасах Берега Маклая Это то, что нам сообщил Миклуха Маклай И еще там Десять процентов Это то, что после него Уже там Какие-то другие экспедиции Туда приезжали Кстати, наши в том числе Но наших там После этого было немного И самая-то разница в том Что Миклуха Маклай Там жил долго То есть он мог Вникнуть в эту жизнь То есть он день за днем Там налаживал контакт Наблюдал и все такое А последующие приехали Во-первых, уже в разрушенное общество А во-вторых, пребывали Ну сколько там Неделю Там Десять дней Да То есть Ну немного совсем И сколько можно узнать Там за десять дней О жизни людей Вот представьте К вам там в гости Приедет кто-нибудь Там, не знаю С Марса И захочет узнать Что вам надо Как бы да Какие у вас там Представления о жизни Язык С нуля изучить Еще что-нибудь такое Ну в целом Что-то он там схватит Но как бы Суть, я думаю Он не уловит Вот Так же вот С этнографами Вечная проблема Ну собственно Миклуха Маклая Еще уникален тем Что он Показал Что так можно Что можно жить Годами Среди вот этих дикарей И тебя не убьют Если к ним По-человечески Относиться То вот добротой Можно много достичь У него же была Прямо целенаправленная идея Что он Ну такой как бы Не вмешивается Ни во что Он как бы Немножко в стороне живет Он не вооружается Не пытается Ими там рулить Командовать Что-то им там Приказывать Вот А просто как бы Наблюдатель со стороны Ну в принципе Такой вполне себе научный подход И после этого Это стало нормой Ну это Включенное наблюдение Там есть разные Такие термины После этого И многие Этнографы после этого Пытались это повторить Не у всех получалось Миклуха Маклай был первым И наверное Чуть ли не самым удачливым В этом смысле Потому что многие другие Или их убили Или что-то там С ними нехорошее Произошло Или их там Ограбили Побили Или еще что-нибудь Но Короче у него Получилось лучше всех Вот Ну и В немалой степени Еще наверное Удача была Что он Ну по психотипу Видимо был Очень подходящий Для такой деятельности Ну судя по его дневникам Он как бы Не пытался Заморачиваться То есть там Его появление В деревне В первый раз Оно вот как бы Самое такое красочное Ну по его словам Все известное Когда он пришел И там в начале Когда шел в деревню Рассуждал Что типа вот Взять револьвер Или не взять Ну в револьвере Там 6 патронов То есть я там При лучшем случае Застрелю там 6 человек Если они на меня нападут Ну нафига Как бы да Ну то есть меня Они убьют в любом случае А как бы я потом На годы вперед Испорчу Вот Общение с белыми людьми То есть попласы Теперь всегда будут Против белых людей Поэтому Ну убьют так убьют Как бы Поэтому не возьму револьвер Пришел значит В эту деревню Все разбежались Как бы да Все разбежались Ну контакт налаживать надо Сел по дереву И заснул Вот И просто вот Ну просто притомился Там жарко Да там душно Как бы сел заснул Вот И попласы просто офигели Как бы от такого Что приходит безоружный человек Вообще это вообще немыслимо Как бы да Чтобы там незнакомый Безоружный Приходит и засыпает Сейчас спит Это вообще какое-то Такое офигение Что они просто так обалдели Что поняли Что этот человек Вот не от мира сего Ну и соответственно Общаться с ним надо Вот не как со всеми То есть Если бы это просто был Какой-то левый чувак Они бы его скорее всего Правда убили А с таким Ну его невозможно убить Это что-то вот неестественное Ну и собственно Вот дальше Понеслось А другие исследователи Они обычно не так делали И кстати вот Западные исследователи Они это обычно подходили Иначе Ну и вот В этом фильме Кстати тоже видно Что он пытается Как бы не вмешиваться Вот этот Он там что-то рассуждает Вот мы должны быть в стороне Ну вот эта тетка там Которая это жена Этого лингвиста Все лечить хотела Она там где-то Она все время куда-то бежит Там с чемоданчиком Там всех перевязывать Даже попуасы офигевают Тоже на нее смотрят Ты что вообще лезешь Ну то есть Женщина не должна Мужчин лапать Как бы это вообще Ну женщина должна Своё место найти Это тем более земледельцы Это не охотники На всякий случай Ну вот И тут какая-то тетка Лезет к ним Да там Что-то их пытается там лечить Это вообще неправильно Ну вот Тоже как бы они терпят Вот Но здесь они терпят Не потому что Это люди не от мира села Потому что они знают Что если они что-то сделают К ним придут злые немцы И всех там разнесут Ну потому что Это уже я говорю Испорченные попуасы Они как бы не совсем исходные Они знают Что будет возмездие И то потом Этот все-таки не выдерживает И бежит там Свои порядки наводить Ну вот Так что Ну как бы вот это Цивилизаторское Как бы настрой Европейский Ну в духе Киплинга Да там Время белого человека Тут прям сквозит Что вот как бы дикари А мы к ним принесем Значит Как надо жить Всех научим Вот они не знают А мы все знаем Ну хотя вообще Кто немцы Объяснять будут Да Как правильно жить Ну Это как-то сомнительно Что что-то они могут объяснить А смотрите Мы в начале фильма Видим как Отец девочки От лица Который ведется рассказ Отец Отец уговаривает Свою семью Переехать деревню Чтобы жить Среди племени И изучать язык Насколько вообще Распространено В наше время Именно у лингвистов Такая практика Чтобы жить на месте И изучать язык Именно в таких Диких племенах Ну в идеале Так и надо То есть по-хорошему Так оно и делается Потому что Чтобы нормально Изучить язык Ну нужно Сколько-то лет прожить Потому что Так с насколкой Ничего не сделаешь Другое дело Что поселят сюда С семьей Ну это На мой взгляд Закидон Я бы так не стал делать И безопасно Ну просто Семью жалко Как бы да Тем более там видно Вот эта старшая дочка Ну она там все время В таком Кататоническом состоянии Находится Все время там офигает То там жуки То там стрелы летают То еще что-то Ну какая-то жесть бесконечная Там маленькие дети Они еще дети Как бы Они все это воспринимают Ну как бы да Происходит Они еще не знают Как по-другому может быть Ну собственно На этом фильм построен А старшая дочка Самая адекватная На самом деле Вы куда меня вообще привезли Из цивилизации К этим значит дикарям Они меня убить могут В любой момент Ну как бы вообще Никаких условий Ну и так если подумать Нафига Как бы зачем То есть если она не хочет Ну зачем это делать То есть я понимаю Что у них там Какие-то высшие мотивы Что если они покажут Как значит надо Правильно Опять же Что если семьей Значит они не боятся Значит и к ним Значит будут По-другому относиться Но я что-то думаю На папуасов Это не то впечатление Произведет Ну вот Я думаю что для папуасов Все-таки это уже земледельцы С понятиями О праве на землю На там какие-то делянки И так далее Ну вот С точки зрения папуасов Это приперлись Какие-то чуваки Построили дом Ну что-то наверное Заплатили там за землю Да Но все равно Жрут еду Ну то есть Папуасы-то работают Там кстати в фильме Нигде это не показано А вообще-то Папуасы это жутко Трудолюбивые люди Которые бесконечно работают Они все время Пашут землю Ну там Какой-то этим колами Там рыхлятые Что-то сажают Они же земледельцы Ну вот А я что-то очень сомневаюсь Что вот эти лингвисты Что-то полезное делали Такое практическое Дом они не строили Они приехали У что-то построено было Ну вот Ну там один раз Потравили этих жуков Да И как бы все Лодок они не строят Землю они не пашут Припасы им скидывают С неба С вертолета Вот Что-то они наверное Там этих папуасов Выкупают конечно Но Вообще строго говоря Они бездельники Ну с точки зрения папуасов Да То есть для них-то не очевидно Что деятельность лингвиста Это тоже как бы деятельность Ну чувак Что-то сидит За корючки какие-то рисует Что такое Ну вот И поэтому Ну вот эта идея Жить семьей Ну очень спорная А то что в принципе Надо вот включенное наблюдение Вот так вот жить Это по-хорошему так и есть То есть вот Антропологам типа меня В этом смысле проще Приехал Измерил рожи И уехал в принципе Ну не обязательно долго Тусоваться А вот этнографы Лингвисты Да По-хорошему так и должны Другое дело Что конечно Это надо жизнь положить То есть это надо тоже Иметь Ну настрой определенный То есть заранее понимать Что следующие Скажем пять лет жизни Вы проживете В какой-то там хижине С вероятностью Что у вас там Прострелят стрелой какой-нибудь Да Или вы там Помрете от лихорадки Малярии Там еще что-нибудь ужасного И вообще никто не узнает Что с вами случилось Ну вот Ну и поскольку там Это не иллюзорные Как бы истории Ну там не знаю Детишки плавают в местной речке Да И тут же они за этой речке Вытасывают крокодилов Ну вот я бы Не знаю Засомневался Я нервничаю Когда у меня детишки В пруду так купаются В своем Просто в пруду Просто там На бутылку напороться На какую-нибудь Да запросто можно Ну вот А тут с крокодилами С какими-то Ну какие-то Очень беззаботные немцы Я не знаю Я бы так не стал делать А смотрите Полиогенетика показала Что у папуасов Даже современных 6% гена денисовцев Можете рассказать Как он сохранился В таком количестве Ну у них не только 6% денисов А еще 2% неандертальцев Даже 2,5 То есть они в этом смысле Замечательные И не только у папуасов Вот эта денисовская примесь Она есть у австралийских аборигенов У папуасов Меланезийцев Ну это все примерно Одно и то же Меланезийская раса И вот последние данные 2022 года У филиппинских аэто Которые тоже Пигмеи Ну похоже на папуасов Только метр пятьдесят ростом Ну собственно Связано это с тем Что примерно 50 тысяч лет назад Когда сапиенсы Заселяли весь этот регион То есть они прошли по Азии Спустились в эту самую Индонезию И где-то там Встретились с какими-то Южными денисовцами Причем самые распоследние данные Показывают Что таких примесей было Может быть даже четыре штуки То есть они с денисовцами Смешивались не один раз А как минимум дважды А может быть даже четырежды И вот ну разные Как бы варианты денисовцев Кто-то может там посевернее Кто-то южнее Там островов еще дофига И потихонечку смешивались Ну а поскольку дальше Они жили в жуткой изоляции То у них эти проценты сохранились То есть понятно Что пришельцев Вот этих вот сапиенсов Было очень немного Денисовцев тоже было Не шибко много Но все-таки они были Местным населением И исходно население было Строго говоря 50 на 50 То есть это были Какие-то прикольные люди Вот их бы черепушки Были найти было бы Очень здорово Где вот прям 50 на 50 От денисовцев к сапиенсу То есть такие персонажи существовали Но потом приходили новые Вот эти сапиенсы И денисовцы потихоньку разбавились Но 6% это реально много Вот Вечный вопрос Насколько это влияет На их как бы нынешнее состояние Потому что Ну пока не доказано Что вот эти денисовские гены Влияют каким-то образом На внешность На какие-то там Свойства, качества И так далее Ну например Та же самая денисовская примесь Есть у некоторых китайцев южных Там и дзу Например Есть у тибетцев Есть у эскимосов И вот там у астралийских аборигенов И у папуасов То есть ну что общего Между там тибетцами и папуасами Ну вообще как бы Они сильно не похожи Друг на друга на самом деле И там эскимосы вообще другие Так что видимо в фенотипе То есть во внешности Это никак не отразилось А на каких-то биохимических вещах Может быть отразилось Есть такие данные Что генетика денисовцев Может быть Делают устойчивые папуасов К тропическим болезням Поэтому они могут плавать Там невозбрано галашом В этих тропических речках Жрать что попало И как бы пить эту воду Там мутную Со всякими там простейшими Нехорошими И им ничего за это не будет А европеец там один раз хлебнет И закончится на этом месте Ну тот же Микуху Маклай Если почитать его там труды У него где-то треть наверное Вот этих его дневников Про то как ужасно он болел малярией Там у него все дневники Типа там первое число Начинается приступ Там 15 число Приступ закончился Там 16 число Начинается приступ И вот так вот все Весь дневник И кто был на Новой Гвинеи Ну примерно половина Наверное Они потом возвращаются С какой-то хронической болячкой И потом лечатся Всю оставшуюся жизнь От этого дела Ну я по крайней мере Таких знаю Кто там съездил разок На Новой Гвинеи Это в наше время Да То есть вот как бы 20-21 век И я знаю таких Кто съездил А ему ничего не было Такие тоже есть Но вероятность Очень немаленькая Так что лучше Не проверять на самом деле Смотрите А вот европейцы Заболевают малярией Например А у папуасов Получается какой-то иммунитет Ко всем этим болезням Плюс они еще ходят В джунглях Постоянно босиком И я не представляю Как они там Не натыкаются Ни на змей Ни на каких-то жуков Пауков И не заболевают от этого Ну На Новой Гвинеи Облегчается жизнь Немножко тем Что там опасных Для человека тварей Не так уж много На удивление Хищников там нет Практически никаких То есть там вообще Довольно безопасный остров На самом деле Если бы не другие люди Ну съесть там Человеку некого Нет там волков Каких-то тигров Леопардов Там ничего такого Ну какие-то змеюки Там наверняка есть Да Но не так уж Прям много То есть их надо Как бы уметь найти Если всю жизнь Ходить босиком То нормально Да у нас Я не знаю Там до середины 20 века Тоже все ходили Босиком Крестьяне И хорошо Какие-то там Не знаю Индейцы на острове Кадьяк Которые там В Заполярье находятся Ходили всю жизнь Босиком Зимой в том числе И тоже нормально Ну вот Ну включая как бы Зиму Где там Минус 40 может быть И ничего Босиком Люди ходили Ну вот Хотя Периодически Все-таки На колючки натыкаются Вот тоже Есть там описание Где он там Кому-то колючку Вытаскивал Из ноги А там проблема Бывает другая Что там бывает На удивление Холодно На Новой Гвинее Вот это интересно Потому что Это с одной стороны Тропики там Экватор А ночью-то может быть Довольно-таки дубак И вот Кто-то там был Лично Ну я там не был А кто-то Очевидцы Говорят Что там по ночам Бывает ощутительно То есть Днем допустим Плюс 40 А ночью там Плюс 15 Это ощущается А ну у нас-то Плюс 15 Я вон шмыгаю носом Да А там Это будет прям Вообще Как мороз-мороз И при этом Популацы ходят Голышом То есть Вообще не одеваются И им нормально То есть Они одни Из самых Морозоустойчивых Людей на планете То есть В тот момент Когда европеец Начинает на себя Натягивать свитер Популац Будучи голым Чувствует себя Отлично Ему нормально Вообще Особенно если Это высокогорье Там температура Может такая К нулю приближаться Вообще Ну а что касается Всяких болезней Половина болезней На Новой Гвинеи Просто никому неизвестно Не изучено И никто не знает Что это все такое Ну потому что там Европейцев не так много Чтобы это изучать Вот Часть такая К которой приспособиться Практически нельзя Какой-нибудь там Филириоз Когда Эти червяки Там забиваются В лимфатические сосуды И ноги отекаются Лановья болезнь называется Когда такие толстые Ноги там Получаются огромные Ну и вообще Вся нижняя часть тела И это не лечится никак И у папуасов Это регулярно таки бывает Ну кстати В фильме такого не было Ну От этого Как бы довольно быстро Люди помирают Ну если они живут Так по-простому То есть в принципе Болезнь не смертельная Сама по себе Да Ну ходить неудобно Как бы и человек Может там с голоду Померить банально Вот А скажем К малярии У них приспособление В виде серповидно-клеточной Анемии Серповидно-клеточная Это когда половина Эритроцитов Нормальные Кругленькие А половина С так называемым С-гемоглобином И они серповидные И такой С-гемоглобин Малярийному плазмодию Не нравится И малярийный плазмодий Есть только круглые То есть человек С серповидной клеточной Анемией Он будет страдать И от малярии И от анемии Когда у него нету Малярии Он тянет на круглых Когда есть малярия Он тянет на серповидных Вот так вот получается И в итоге Ему плохо всегда Но тем не менее Он живет И по крайней мере Не помирает Ну правда Полина детей Сто процентов Помрет У них это Они и так помрут Как бы в любом случае Поэтому и нормально Ну в принципе С серповидной клеточной Анемии Есть не только На Новогинии В других местах тоже То есть это такой Эволюционный процесс И у них много Таких приспособлений есть Но антропологические Медицинские Их надо сказать Очень немного изучали Для папуасов Неплохо изучали Группы крови Потому что там Станция переливания крови На удивление Понастроили И даже там Довольно подробно изучено А все остальное Очень поверхностно То есть чуть-чуть генетику Откуда про Денисцев Известно Чуть-чуть там еще что-то Антропология изучена Буквально там Не знаю Ну несколько выборок Маленьких причем совсем И мы про Новую Гвинею Реально Вот антропологические Медицинские знаем Очень мало То есть это еще Такое белое пятно У нас география Это стало известно Когда там Гугл карты появились И то там До сих пор Какие-то речки открывают Ну когда там джунгли Их тупо не видно Из космоса А географы Пешком не ходили В этой районе И периодически там Открывают Новые географические объекты То есть там вот реально Можно найти Новую гору Новое там озеро Какое-нибудь Ну озеро все-таки Из космоса видно Ну вот А речку запросто Можно новую найти Конструктивную деконструкцию Со Станиславом Драбушевским Немецкая писательница Сабина Кюглер Написала несколько книг Две из которых Были переведены На английский язык Эти две книги Связаны с ее Необычным детством С 7 до 17 лет Она жила Со своими родителями И двумя братьями И сестрами В джунглях Западного Папуа В отдаленном Племени Фаю Ее родители Были первыми Белыми Которые жили В недавно Открытом племени Насчитывающем Около 400 человек В племени Фаю Охотились С луком И стрелами Ели змей Насекомых И червей А также Практиковали Межплеменные войны И убийство из мести Кюглеры были там Чтобы изучать Местный язык Ее мать Получившая образование Медсестры Выполняла Обязанности Акушерки В возрасте 17 лет Сабина Кюглер Уехала из Папуа И поступила В швейцарскую школу-интернат А ее родители Вернулись в Германию Немецкие правозащитники Раскритиковали Первую книгу Сабины Кюглер Заявив Что в ней Романтизируется Жизнь народа Фаю При этом Не упоминаются Нарушения Прав человека Индонезийским Правительством В отношении Народа Западного Папуа И угроза Вымирания Фаю В результате Расчистки Джунглей Для промышленных Проектов В своей Второй книге И в публичных Выступлениях Сабина Кюглер Смогла Подчеркнуть Эти политические Проблемы Поскольку Ее родители Покинули Индонезию В 2006 году Что позволило Ей Открыто Говорить На эти Темы Она Стремилась Быть Представителем Находящегося Под угрозой Исчезновения Народа Фаю В Папуа Новый Гвине Где происходит Событие В фильме Большое количество Аборигенских Языков И это Где-то 12% От общих Языков Всего мира Скажите Как это Получилось Языков Там действительно Порядка 800 Или 800 Как там Правильно Склоняется Ну Несколько Сотен Точно И никто Не знает Сколько Потому что По окраинам И куда Добрались Такие Кюглеры Там еще Что-то Более-менее Ясное Огромное Количество Языков Просто Никому Неизвестно То есть Есть группы Которые 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 Белых Людей Не видели Белые Люди Их Не Видели На Каком Языке Они Говорят Вообще Никто Не Знает И до Сих пор 21 век Такие Группы Есть Поэтому Даже Количество Языков Толком Неизвестно А В некоторых Случаях И невозможно Посчитать То есть Даже Когда изучено Вот Для Новой Гвинеи Известны Прецеденты Диалектического Диалектической Непрерывности Когда У нас Есть Язык Рядом Деревня Которая На Таком Ж Языке Но Другой Диалект Потом Следующий Диалект Следующий Диалект А Потом На Другом Краю Там Плюс Минус Как бы Что-то Переходное Получается Сложилось Такое Потому что Новая Гвинея Была заселена Ну Порядка Там 45 тысяч лет Назад А может быть И под 50 тысяч лет Назад Ну Достоверные Где-то Там 43-45 тысяч Лет Здесь Стоянки Это Для Сапиенсов Ну Скорее Всего Сапиенс Первые Туда Прибыли Видимо Там Денисцев Не было Денисцы Только В Индонезии Еще Оставались Вот Ну Вот Сапиенсы Прибыли И На этот момент Кстати Новая Гвинея Еще соединялась С Австралией Тасманией Это был Единый Сахул Такой Сверхконтинент Поэтому Кстати В Австралии Тоже Языков Примерно Столько Только Там Аборигенов Выпилили Всех Истребили И на Тасмании Было На маленьком Острове Несколько Языков Но Их Вообще Под Ноль Истребили Там Ничего Не Осталось Ну Вот И За 40 с лишним Тысяч лет А может Даже 50 тысяч Лет Была Возможность Образоваться Многим Языкам Тем более Что Есть Жуткая Изоляция И Географическая Потому Что Есть Много Долин Много Гор Есть Побережья И они Все Друг Отделены И в гости Друг Другу Не ходят И что Хуже То Социальная Изоляция То Все Друг Друга Не Любят То Может Две Деревни На Расстоянии В 2 Километра И они Меж Собой Воюют Столетиями В буквальном Смысли И помириться Не могут Никак Пока Кюглер Не прибежит И Луки Не поломает Они будут Воевать И резаться Всегда И сейчас Такое Продолжается По полной Программе А для Возникновения Нового Языка Много На самом деле Не надо У того же Любимого Мику Хмакая Есть чудесный Прецедент Когда Он Прямым текстом У него Описан Спрашивал А как Называется Вот это Дерево Допустим Ну там Записывал А среди Вот этих Попуасов Уже там 40 лет Никто это Дерево Не называл Да им Плевать Было Как бы Все такие О был Старик Который Знал Но он Помер А мы Не знаем И они Садятся В кружок И придумывают А пусть Это дерево Называется Баобаб Баобаб В Африке Но я так От балды И все такие Ну да Прикольное слово Пусть так Называется И когда у вас Группа В 200 человек И ну Количество знаний Очень ограничено Да И у них всех Интересно Примерно Одни и те же Если появляется Надобность Придумывать слово Они просто Садятся И придумывают И в таком режиме Понятно Что там За три поколения У вас любые Диалекты Разойдутся Так что Друг друга Понимать не будут А тут у вас 50 тысяч лет В распоряжении Ну вот Поэтому в общем Очень не странно И в принципе Такая ситуация Она типична Для всей планеты Строго говоря Просто Не везде Есть такая степень Изоляции То есть понятно Что если это Какая-нибудь Центральная Азия Там монгольские степи Ну в принципе Там эти кочевники Будут бегать На сотни километров И там будет Плюс-минус Один язык У всех Ну и то он там Не один на самом деле Там тоже диагноз хватает Но там по крайней мере Есть возможность Потому что Они расселены широко И могут все время Смешиваться Ну там в Казахстане Когда казахи образовались Вот они на всем На всей протяженности Казахстана Говорят на одном языке Ну может там Какие-то диалектные Есть варианты Но вряд ли там Сильно большие Вот и киргизы Еще на таком же практически Так что Там понятно А вот в Европе Например Там такая же была ситуация Как и на Новой Гвинеи Только Когда в Европе Образовались Мальское централизованное государство Ну вначале там Греция Ну и то она там Раздерганная была На все эти полисы Да Потом Римская империя Потом там всякие Уже там Какие-нибудь там Французы Испанцы Они Все вот эти диалектные варианты Просто задавили И там остались Кикбаски В качестве прикола Там грузины какие-нибудь Да Там армяне Еще кто-то Вот где-то по углам сидящие Ну там греки Те же самые Ну кто-то где-то Какие-то кельты На островах Вот А большую часть Все исчезли Там фракийцы Иллирийцы Ну какие-нибудь там Прикольные вот эти Экзотические языки Которые к своим семьям Относились Независимым Они все пропали И никто про них Ничего не знает Ну вот раньше Их никто не фиксировал В Испании какого-нибудь там Тацита Да Этого римского историка Там известно Что этих языков Там было дофига А теперь там все на немецком Ну и то он там С диалектами Понятно там Они разные немножко Эти языки Но всех затоптали И вот там в Испании Все на испанском Ну там есть какой-то каталанский Там еще какие-то парочка Там этих местных там языков Вот Ну они вроде как Уже так вот Как-то там пытаются Что-то восставать Ну их там давят Ну там баски Там 10 человек Там сидит там На своем языке говорят Ну тоже как-то Ну на Кавказе Там все-таки вот эта изоляция посильнее Там есть там под 100 языков Да Там в каждом ауле Свой язык Ну вот Ну в принципе Это вот как бы Диалектное разнообразие Там на Балканах где-нибудь На Карпатах Там опять же География позволяет И что-то еще осталось Хотя тоже Ну там в Румынии было Там куча языков Там те же там Иллирийцы какие-то И прочее Ну пришли римляне Все научили говорить по-римски Они немножко римский Не поняли Переврали Ну получился румынский язык Да Ну как дереват Молдавский там вариант На тему Вот Но как бы Просто изничтожили Было там куча-куча Каких-нибудь там Финно-угорских языков И там никому не ведомых еще Да Пришли славяне И везде теперь все говорят На русском Ну вот А потом когда уж появляется Там всякая Письменность Телевизор Радио Ну вообще все говорят Там на одном Московском диалекте Да Каком-нибудь там Нью-Йоркском диалекте Там лондонском диалекте Там берлинском диалекте А все остальные Восправляются уже как-то вот не так Ой смешно Там окает Допустим Да Ой там Цокает Там чокает Еще что-нибудь такое Вроде как уже и неправильно А у попуасов Никогда этой централизации не было Никто их не учил Как правильно говорить Что писать Корова Или корова Да Сейчас кто-нибудь напишет Корова Ой там не учь Там в школе не учился А они как бы решат Что правильно корова Будет корова Захотят там Не знаю Козой назвать Будет козой называться Вот И Они в этом смысле Свободные люди Вот На чем хотят На том и говорят И более того Известны прецеденты Когда в одном поселении Мужчины и женщины Могут говорить На разных языках Вот То есть два языка Есть мужской язык Есть женский язык Вот Они друг друга В принципе-то Наверное понимают Я думаю Ну как-то они общаются Ну вот Но мужчины не будут Гореть на женском Потому что Ну как я что буду говорить Я на женском Я же не женщина Что за бред Вот А женщина не будет Гореть на мужском Она женщина Нафига ей на мужском Говорить Вот они будут На своих языках Говорить Запросто Но Кстати да Как такой плюс Такая ситуация Практически каждый Папуаз Новогвинейский Он полиглот Он почти гарантированно Будет знать Там 3-4-5 языков Ну кстати В Африке Такая же история Абсолютно Что он знает Свой язык Язык своей жены Которая с большой вероятностью Там из другой деревни И она уже на другом языке Говорит У него какая-то там Родня и так далее Еще там в трех деревнях Вот он уже Пять языков знает Вот А в каждой деревне Практически свой язык Ну или там деле Как минимум Вот И Ну где-то они похожи А где-то и вообще не похожи У австралийцев Такая же в точности история То есть тоже С одной стороны Все родня А с другой стороны Все говорят на разных языках И в одной группе Которую условно Можно племенем Конечно назвать Но это не племя Разные люди Могут говорить на разных языках Но они друг друга понимают Им как бы и нормально То есть если вы со мной Заговоритесь Там на Таком-то языке Я вам на таком же отвечу Да А кто-нибудь там Другой за другим Я на том отвечу Ну если я не понимаю Выучу В принципе опять же Времени неограничены То есть если мне надо Выучить язык Ну взял и выучил Вот Деревни воюют А какая главная причина Для войны у них Обычно Они что-то не могут поделить Или просто хочется Копьем покидаться Ну делить там особо нечего Потому что захватывать Чужую территорию Смысла нет Потому что все пешком делается И если у них есть деревня Вот сколько они могут Отойти там в стороны Да там на 30 километров Это их территория А захватывать чужую деревню Смысла нет Вы до туда не дойдете Просто банально По горам Ну дойти можно Да Но как бы зачем Нафига она вам Эта деревня нужна У вас свой огород такой же Поэтому воюют они Просто потому что Это враги Все Это достаточная причина То есть они чужие Они нам непонятны Они убивали нас Всю историю И мы будем убивать их Все Это уже достаточное Вот с этим фильмом Это там показано Было одно племя Оно разделилось на двое Они поссорились А причина для ссоры Может быть любая Кто-то что-то украл А там как в фильме показано За воровство полагается убить Ну вот Ну а соответственно Когда полагается А когда не полагается Опять же Писаных законов то нет Вот Эти вы этим что-то обидели Да Там просто косо посмотрели Все уже достаточный пол Чтобы убить Ну вот Из опять же Описаний всяких там Этнографов и сочувствующих Известно что Просто незнакомство с человеком Достаточный повод его убить У Даймонда Есть чудесное описание Когда допустим Идут два папуаса По тропинке в лесу Встречаются мирные Просто шли там С мешком бататов Да И встретили друг друга Они садятся И долго Упорно беседуют Там часа два Могут рассуждать И цель вот этой беседы Найти общих родственников И вот если они находят Общую родню Значит они родственники Значит все они радостно Обнимаются Целуются Расходятся дальше С этими своими бататами А если общих родственников нет Это уже повод Друг друга убить Мы друг другу не родня Значит мы враги Ну какие альтернативы еще То есть либо мы родня Либо мы враги Ну третьего не дано В принципе Значит надо убить Причем они не хотят Как бы Ну куда деваться Иногда поводы бывают Более такие прикольные Чтобы там имя получить То есть у некоторых племен Есть такая концепция Что количество имен В мире Оно в принципе ограничено И Ну рождается допустим Ребенок Мальчик да И отцу надо его назвать Ну где взять имя Его нельзя просто так Вот из воздуха сделать Надо пойти к соседям Убить там мужика И его имя Дать своему мальчику Вот А для этого надо еще узнать Как его зовут Вот поэтому Когда он значит Выслеживает этого соседа Он его мочит Но не до конца Вот И перед тем как Со всем его прибить Он спрашивает Чувак тебя как зовут Он говорит там Вася Вот и хряп Как бы и все И ребенка зовут Вася Ну вот На эту тему Есть такая байка Что некий этнограф Когда вот это все узнал Он спросил А если тот не ответит Поплаз на него посмотрел И сказал Как Это же бесчеловечно Ну вот Так что Ну вот тоже повод Или охота за головами Когда просто Человек Добывший большее количество голов Он молодец Вот если он Принес к себе там Домой 5 голов врагов Он крутой А если у него нет чужих голов Он не крутой Ну в принципе ему это минус Как бы тоже не зачитывается Как бы да Он просто не крутой А у этого Развешенная Головы чужие Сушеные Прикольно Молодец Я так понимаю Я так понимаю Не только человеческие Они собирают головы собак Я вот например читала Да если Чем больше у тебя голов собак Тем ты богаче считаешься Ну да Ну собак это мясо И у них еще есть культ Я так понимаю Собирать головы Предков своих Да Там кстати в фильме Это есть Там эти сушеные тушки Там в фильме Как-то это невнятно показано Если честно Вот Но Ну это тоже От племени к племени Различается Но в некоторых племенах Бывает такое Да Что Предок Он вялится Сушится И ставится на чердак Например А потом В нужный момент Его с чердака Спускают Кормят Ритуально И спрашивают совета Ну там понятно Что мумия скукоженная сидит Вот Но у них что-то там В голове происходит И они как бы Слышат ответ И говорят О предок мне сказал Ну что-то у него там В голове булькает Как бы да И у него там Ответ возникает Он считает Что это ему предок сказал Что надо там Не знаю Построить Новый амбар Допустим Взяли Построили новый амбар То есть он и так Хотел построить Но просто как бы Взять и построить амбар Ну с какой стати А тут предок сказал Это уже повод Предок как бы Не соврет Он дурного не посоветует Он же мой предок А если чужой предок То как бы Его просто Сушеная голова Для красоты Но надо сказать Что Про папуасов Всегда довольно сложно Рассуждать Потому что во-первых На новой глине Не только папуасы Если вот Вдаваться Всякую там Лингвистику Этнографию Обычно их всех называют Скопом папуасами А вообще как бы Есть папуасы А есть меланезийцы Это две большие разницы Наружу они одинаковые То есть Антропологически Они не отличаются Особо никак А по стилю жизни Это две совершенно Разные вещи Вот папуасы Которые кстати По моему фильме Вот они Эгалитарные То есть у них нету Вождей У них нету Главных никаких И они просто Как бы вот Большая семья По сути дела То есть они земледельцы Все да Но там Деревняк больших живут Но по сути у них Община Где все равны А меланезийцы Это наоборот Супер иерархическое сообщество Где есть супер мега вождь Который может Там сказать Табу Да И там никто не поймет Это как полинезийцев Даже На местах Даже чем круче Чем полинезийцев Где могут быть там Человеческие жертвоприношения Там вождь помирает И под это дело Там пленников каких-нибудь Там приносят Жертву И с ним там закапывают И все Живьем там закопать могут Ну вот И вот у меланезийцев Очень жесткая такая система Иерархическая И это как бы Две совершенно разные системы И они могут Вот очень рядом Уживаться Как правило В центре острова Папуасы По берегам Много где меланезийцы Ну вот Ну и они Через полосно То есть там где как На Новой Гвинеи Меланезийцев Не так много А вот дальше В Меланезии Там где-то На Соломоновых островах Там таких уже полном полно А Папуасов там меньше И языки у них разные Потому что Папуасские языки Это мало того Что вот как сегодня Уже говорилось Там 800 языков Так это еще и Очень разные семьи На самом деле Там как минимум 18 семей Это я по каким-то там данным И то я наверняка Устаревшим уже Ну я не лингвист Я там не отслеживаю Честно говоря Но их там С такой скоростью Открывают новые А какие-то может быть Исчезают Будучи неоткрытыми Да Ну а еще сколько там Неоткрытых Ну вот Что там просто Семей языков много То есть разница Как-то между русским И китайским Эти языков Вот А Поэтому говорить В целом А как бы Население острова Очень сложно А меланезийцы Они Все с австронезийскими языками Где тоже много языков Но они похожи Друг на друга То есть это языки Такие же Как вот много где В Индонезии Даже в Индокитае И у полинезийцев Ну собственно От полинезийцев Видимо и приобретенные Эти языки И материальная культура У них немножко разная То есть Вот у которой Меланезийцы У них она так Чуть более продвинутая Ну хотя в целом Похожая Мне кажется Самые потрясающие Фильмы Это их отношение К болезням Потому что Они считают их Проклятием И не считают нужным Даже помочь человеку Когда он мучается От каких-то болезней Это получается У них Некое магическое отношение Ко всему происходящему Да И оно до сих пор сохранилось Естественно Никуда не девается И у них вообще Есть такая концепция Что Смерть Может быть Только следствием магии То есть Человек не может умереть Либо от копья Либо от магии Да То есть Его можно Или убить Или все равно Убить Только магически Ну то есть Это в принципе Одно и то же То есть Либо его прибили копьем Или там стрелой Да Либо ему колдун Наслал смерть Ну магическую Там магическим копьем Фактически Ну так По большому счету Это одно и то же Вот И если человек помер Значит Кто-то на него наколдовал И значит Надо найти колдуна И его убить Вот они пойдут к соседям И найдут колдуна И его убьют Вот вы спрашиваете Почему они воюют Вот странно То есть Каждая смерть Она следствие Злого умысла По определению Даже если на нее дерево упало Это значит Колдун подговорил Дерево Чтобы оно упало Вот Значит Надо кого-то убить Значит Любая смерть Будет вызывать новую смерть И вообще странно Что они до сих пор Не вымерли В таком режиме Вот Но рождаемость большая Так что компенсируется все Вот Ну и даже рождение И то приводит к убийству Иногда Да Как я-то говорил С этими именами То есть Если даже Чтобы когда родился Надо кого-то убить Ну Как бы вот Получается безостановочная резня Вот А так Да С одной стороны Напрочь магическое мышление С другой же стороны Всегда Вот у таких народов Очень практическое мышление То есть Когда дело касается Чего-то вот такого Сугубо утилитарного Они Очень строгие практики То есть Они строят Отличные дома У них Идеально выверенное земледелие Для их климата То есть Оно очень простое Но куча вариантов В зависимости от условий Там На склоне горы Это на равнине В болоте В лесу Там где-то на каменистой пустоши Там В зарослях Какого-нибудь Утана Еще что-нибудь Такое Куча-куча вариантов есть Ну и Если там Дело доходит Там до строительства Плотин Силков Там что-нибудь такого Они очень-очень практичны Вот А медицины Да Нет Вот у попуасов С этим совсем плохо Вот Ну какие-то там Эти желанные травы Они там применяют Неизбежны все равно На самом деле Но даже у австралийских аборигенов И то там Медицина вроде как Чуть получит Ну мне кажется У них она Одна из самых элементарных Каких-то примитивных Ну да Ну кстати Некоторые это дикие народы Они дикие-дикие А операции делают Вполне себе То есть известные прецеденты Когда Там не знаю Камни из почек удаляли Там каменными ножами Да вообще Там Ну где-нибудь там Индейцы какие-нибудь Или там Австралийские аборигены Там Авариотомию проводили Там по удалению яичников Воспаленную допустим Ну то есть Это надо знать анатомию Надо сделать так Чтобы человек после этого Не умер Там от заражения Какого-нибудь Да Все зашить обратно И это делали Вот там Какими-нибудь Обсидиановыми Кремневыми ножами Ну вот В Африке Там трепанации черепа делали Ну там С такими тоже Полуритуальными целями Полумедицинскими Ну и с медицинскими В том числе Ну вот А вот на Новой Гвинее С этим как-то Совсем да Печально Ну вот Ну с другой стороны Ну так получается Просто Видимо У них Не такой большой набор Возможностей Как бы все это делать Ну вот Ну климат тропический Раны не заживают Если что-то воспаляется То вылечить это Ну без антибиотиков Невозможно Антибиотики в Европе То появились Там сто лет назад В лучшем случае Да и сейчас народ Мрет То и дело А там Как бы Возможности нет Ну и с одной стороны Это тропические джунгли Вроде много всего растет А с другой стороны Вот на удивление Что-то полезного Для людей Там очень немного На самом-то деле Поэтому кстати У них земледелие Чуть не раньше Чем у всех возникло Ну может только На Ближнем Востоке раньше А может быть На Новой Гвинее Вообще в принципе Самое древнее земледелие Это тоже такое не исключено Потому что жрать нечего Потому что растительной пищи Толком нету Животной толком нету Ну только или соседей есть Да Или вот что вырастить Ну и у них земледелие Очень бодренько возникло свое По поводу того Что нечего есть Я так понимаю Что даже современные Папуасы делают Лепешки с древесиной И едят Различных червей Не Ну это какие-то Уже такие полусказочные Ну и лепешки Из древесины Это видимо Просаго То есть Ну оно как бы да Но это можно сказать Что мы делаем Там из корней Я не знаю Ну Картошка Это тоже древесина Так-то Ну Кубить картофеля Видоизменение стебля Как известно Ботанического курса Школьного Ну вот Мы тоже едим Лепешки из древесины Когда вы картошечку варите Ну а у них ботат Ну или там сага Вот это вот Пальма Ну и в чем разница-то То есть Это не то что Какие-то там стружки Прямо там Они там Тополя какие-нибудь Рубают Ну вот А из червей Как бы это не черви А это видимо Личинки жуков Очень питательная вещь Я не ел Я не то чтобы рекомендую Но все кто ел Все в восторге Ну вот Ну кто так Не сильно Европейцы Которые пробовали Ну да Ну чистый жир Как бы Ну то есть Я не знаю Вам котлеты нравятся Ну а здесь вот она Есть котлетка такая Ну выглядит она не очень Ну я бы тоже не стал есть То есть Если бы мне предлагали Я вот даже Из научного интереса Не очень готов Но я испорченный цивилизацией А если жрать нечего И у вас белковой пищи Толком нет То куда деваться Вообще у попуасов Но но и гвинеи Как правило Вся еда сводится к бататам То есть у них такая монодиета Там что ел вчера Батат Что сегодня Батат Что завтра будешь есть Батат И они практически За всю жизнь Не едят ничего Свиней выращивают Ну по праздникам Там раз в году Они там едят свинину Иногда собак У кого есть собаки Иногда соседи У кого есть соседи И как бы все Ну каждый там Понемножку охотится Но там я как уже говорил Охотиться это особо не на кого Там древесные кенгуру Преохидны Которых там Три штуки На всю новую гвине И как бы птички Ну птички там А кого вы сказали Соседей Ну соседей да До сих пор едят Ну а почему нет мяса Ну опять же Я не рекомендую И не призываю Ну я и не папуас Как бы А с точки зрения папуаса Ну как бы ходит мясо Чего его не съесть Так как бы Оно мясо Ну если можно охотиться На там одичавших свиней То почему нельзя На диких соседей Какая разница Ну это папуасское мировоззрение А по поводу того Что они строят хорошие дома Я насколько знаю В фильме мы видим Дома которые стоят на земле Но я знаю Что они еще строят На деревьях Высотой до 30-40 метров Над уровнем земли Правильно? Да Ну это у некоторых племен То есть это скорее Как в качестве экзотики Ну такое да известно А сейчас я не уверен Что такое честно говоря Уже есть Потому что это было вызвано Как раз вот Недоброжевательством соседей То есть те племена На которых безостановочно Нападали И которых вырезали Они да Забабацали себе Такие гнездышки Ну там такие насесты Прямо такие будки Реально на высоте Там метров под 30 Туда ведут Какие-то такие ужасные лестницы Ну которые не лестница В нашем понимании А бревно с зарубками Ну кстати в фильме Такой проскакивает Где-то там Не особо это в глаза бросается Но если внимательно смотреть Там видно Ну такое бревно И на нем просто зарубки И вот на 30 метров Без помощи рук Что характерно Там человек Топ-топ-топ-топ Как бы Ну упадет на судьба Без помощи рук Ну в руках у вас Что-то полезное Вы что-то с голыми руками Будете бегать что-ли С пустыми То есть что-то надо туда принести Оттуда что-то унести Ну вот иначе Смысл туда лазить Ну вот и все Ну туда как Они что-то там Не всю жизнь проводят Они туда на ночь Ну потому что Враги так не способны Враги Ну и в любом случае Врага можно спихнуть Вот Оттуда Но это скорее Как в качестве экзотики То есть не то что Норма жизни Большинство все-таки Живут в наземных жилищах Ну там разного пошиба Но у них бывают Довольно приличные сооружения Часто это кстати Общинные дома То есть строится здоровенный дом Где живут все Ну плюс у каждого Может быть еще своя Там какая-то индивидуальная хижинка У некоторых народов Есть отдельные Как бы мужские хижины Отдельно женские хижины Ну вот Ну можно свое гнездышко Где-то построить Кстати в фильме Там есть там вот этот Молодой человек Который в конце Там вот туберкулеза помирает Он же там построил Свою хижину Там Она еще удивляется Когда построил Ну там из каких-то Трех палок там Когда же он мог построить А если у них Вы говорите Есть отдельно женские хижины Отдельно мужские Получается они не могут жить Все вместе Ну это у разных племен По-разному Потому что Там в каждой деревне Может быть немножко Своя система То есть где-то так Где-то это Где-то у них индивидуальные дома Где-то нет Но бывают вот общинные И может быть какой-нибудь Общинный дом Для всех Но часто да Вот мужчины и женщины Как бы отдельно Но как дома-то Они не в нашем смысле дома Если честно-то То есть мы привыкли Большую часть времени Проводить в помещении Это вообще неестественная жизнь Оно и для наших предков Это было неестественное То есть в 19 веке Кто вообще в домах-то сидел Дом это просто конурка В которой надо спать Все Это единственное назначение Там даже вещи не хранятся Потому что вещей толком нету никаких Ну для вещей есть сарай Какой-нибудь там Амбар Там вещи хранятся Там сельхозинвентарь Да А в доме есть лавка и сундук В сундуке лежат там Какие-то тряпки На лавке вы спите Все Больше ничего нет Ну стол Вот и то есть Там если не зима На улице приятнее Что в доме-то сидеть Там чат какой-то там Дым, да, там печка горит Нафига все это надо А у попласов еще проще Там вообще природа Ну вот Там все эти дома Они же такие как беседки Строг говоря Ну они Там стен-то толком нету Там все насквозь дырявое Ну и там Ветерок дует Комариков сдувает Как бы нормально Если на столбы поставить Там никто не заползет снизу Ну там кинете Не знаю Там те же змеи Или там пауки Ну и хорошо там Сел на этом помосте То есть фактически это насест На котором сидеть Можно спать А если Как бы вся жизнь Она проходит Либо на площадке Посреди поселения Либо вы где-то в поле Там машете тяпкой Ну вот Ну или там Ходите, гуляете Там Газончик щиплете Они кстати Очень следят за газончиками Они руками Прямо все травиночки Выщипывают Чтобы было красиво Между прочим Папуасы Это в своем роде Уникум Потому что Ну в большинстве По крайней мере Групп Они очень чистоплотные То есть чаще всего Всякие вот эти дикие племена Они очень не чистоплотные То есть они прям гадят Где живут И вообще не парят с этим Ни малейшие А папуасы Очень чистоплотные То есть они прям Все время моются У них Ну там вши конечно есть Потому что их водой Не изведешь Ну вот Но вот они Очень следят Чтобы все было чистенько Чтобы мусора не было Чтобы газончик был идеальный У них идеальнее Чем если бы они там Газонокосилкой стригли Они ручками Все подравнивают Вот они цветочки сажают Они там делают Красивые всякие бордюрчики Там скамеечки И все такое Они вот Ну такой хоббитский подход к жизни Для них вот очень характерен Ну там понятно Что это же не для всех А вот те группы Которые скажем Бродячие собиратели сагу Которые ходят по джунглям Без постоянных поселений И просто собирают дикая сага Другими папуасами Воспринимаются Как какие-то отсталые дикари И другие папуасы Они считают Что вот эти какие-то дикари Ходят без жилищ По джунглям Жрут пальмы Это вообще какая-то дичь Ну вот а мы цивилизованные люди У нас дом И причем там дома-то Е-мое Там такие сооружения бывают Ну такие от души То есть строго говоря У них строение больше Чем у русских крестьян Были чаще всего То есть стандартная русская избушка Она меньше Чем папуасский домик А так и не скажешь Ну по факту так Потому что мы еще как Смотрите Привыкли к современным домам Вот мы сейчас находимся В гигантском здании И даже если Современный сельский дом Он большой На самом деле А всю историю Впотя до 20 века Домишки-то были Там все ничего То есть там В средневековье Это там 2 на 2 метра В основном Ну может я преувеличиваю Преуменьшаю скорее даже Да Но они очень небольшие И невысокие То есть они высотой Там чуть не полтора метра То есть это гробик В котором надо спать Все А у этих-то Построил себе Вот эту беседку Сколько длины бревна Хватило Тем более Это тропики Там деревья От души Растут Хорошие Всегда можно заменить Деревья Растут со страшной скоростью Там термит съели Построил новый насест Вообще красота А скажите Как вам в целом фильм Насколько Точно там Показан образ жизни Папуасов Ну вот Если честно Мне как раз Образ жизни Папуасов В этом фильме Это ей не хватило Потому что там Все сакцентировано На этой девочке Вот как она там бегает Туда-сюда Там Значит переживания Этих лингвистов Ну вот А папуасов-то Вот они показали На мой взгляд Сильно недостаточно То есть Если бы я снимал Этот фильм Я бы сделал Упор на папуасах И на том Как они воспринимают Лингвистов Вот это было бы Намного интереснее Потому что Что там девочка бегает Блин Ну я и своих детей Каждый день так же вижу Нафига мне эта девочка Ну вот Потому что она там приехала А я из Германии Там ей нелегко живется Ой бедняжка Ее пожалеть должен Ну елки-палки Ну вот Что он там изучал Ничего не показано Если честно То есть вот Результат его как бы Трудов Ну я думаю Были результаты Но никак это не прозвучало И даже его работа Она как-то очень невнятно показана Ну вот Ну то есть На мой взгляд Акценты Я бы сместил Вот Но Как бы я Не режиссер Не сценарист Фильмы не снимал А я вот не знаю Там реальные папуасы снимались? Нет Ну там Сто процентные папуасы снимались Это как бы вообще без вопросов Ну другое дело Что все-таки Они немножко играли Видимо Потому что Это все-таки Были цивилизованные папуасы Потому что Диких папуасов Настоящих Вы играть не заставите Они Ну Допустим Есть сцена Где там Один папуас Там стреляет В спину этой женщине Да Вот Но я думаю Что все-таки Там не по-настоящему Стреляли А если бы вы попытались Это снять В диком племени Так он не запарился И выстрелил по-настоящему Вот И что вы там будете делать Я кстати удивляюсь Как они там это сняли Что очень реалистично Было снято Это прям шмяк И попал Вот Но Когда вот вы там Построите две стенки На стенку Да Чтобы они там Друг с другом бились Если это будут Дикие папуасы У них нету концепции Изобразить сражение Они и вправду Как бы Начнут друг друга Резать И таки поубивают То есть для того Чтобы они это изобразили Это надо Чтобы у них в головах Была концепция Что надо построить Тетрализованное представление Ну чтобы там По свету Да Чтобы там Какие-то эти Ну там Освещение Может там Естественное было Но все равно там Камеры Ну вы же снимаете Все время что-то Представляете Какой-то процесс И попался Взагнать вот эти рамки Чтобы они делали Не то что на самом деле А то что хочется Там какому-то режиссеру Ну это нереально Поэтому они все-таки Наверное Не совсем были реалистичные Но Вот я говорю Там не так много Было показано Ну например Там практически не показано Что они вообще в жизни делают То есть они там просто сидят В этих домиках Все Вот где там Показано земледелие Например Там вообще полей нету Как будто они Что они там едят В этом фильме Еды у них не показано Вот эти хвосты Обрезанные там Крокодили Один раз они приволокивают Откуда-то этого крокодила Как они этого крокодила прибили Не показано Свиней там Ни одной не пробежало По-моему В кадре ни разу Хотя у них там свиньи Есть сто процентов Собаки Я тоже не помню Честно говоря Как-то они не бросились в глаза Хотя у них тоже Это важная как бы часть жизни Между прочим На охоту они там не ходили Ну что они вот реально сделали Кроме вот этих двух столкновений Стенка на стенку И каких-то разборок там С какими-то этими женами Там воровавшими детями Ну как-то ничего нет Религии там никакой нету У них Ну строго говоря Вот этого мне не хватило Вот Так что Задача немецким режиссерам Или кто там снимал Переснять Спасибо вам большое За разбор Станислав Пожалуйста Это был проект Деконструкция Смотрите кино вдумчиво Субтитры подогнал «Симон»